Гости и зрители моего канала рад всех приветствовать. Итак, понедельник, 23 сентября. Нахожусь на автозаправочной станции в городе Можга. В общем, машину сегодня с утра, мою новую Ниву, легенд 2024 года выпуска, забрали на эвакуаторе. И, разумеется, эвакуатор оплачивает дилер за свой счет. Напоминаю, у меня на новой машине на пробеге 1936 км выявилась техническая неисправность в трансмиссии, а точнее, трещина на корпусе редуктора переднего моста. Корпус выполнен из силуминового сплава, и получается под супуном второе ребро жесткости, внутри ребра жесткости имеется довольно серьезная трещина, где-то протяженностью сантиметров 5. Машину привезли на эвакуаторе, выгрузили, загнали в сервис-зону, подняли машину на подъемнике, через сапун дали компрессорам воздух, и воздухом проверили, трещина это действительно или нет. Все это зафиксировали на видео, сделали фотографии, ну там мастер по гарантии, по всем этим вопросам все видеоматериалы снимал сам, я ничего снимать не стал, смысла никакого нет, трещину я вам эту показывал, я не вижу смысла там что-то размусоливать, и еще дополнительно там забивать этим эфир. Трещина и трещина. В общем, они убедились, что это там непросто, сначала у них какое было сомнение, может быть это такое просто шероховатое литье, откуда вы решили, что это трещина, нужно проверить давлением. Сейчас подадим компрессорам воздух и посмотрим, если оттуда воздух будет давить через эту трещину, появятся пузырьки масла, то соответственно все значит, да, действительно заводской брак. Сделали визуальный осмотр, убедились они в том, что нет никаких механических повреждений, там отфоткали вообще со всех мест, просто как только можно. Все, действительно это все подтвердилось, случай гарантийный, вердикт, замена полностью редуктора переднего моста, в сборе. Придет в сборе редуктор переднего моста с завода, новый, вместе с прокладками. Разумеется, шрусы, ну, привода левый, правый передних колес остаются свои же родные. В общем, такие вот дела. Взял кофе, взял шоколадку, немножко себе поднять настроение, потому что на самом деле ситуация довольно-таки неприятная, признаюсь вам честно. Приятного в этом мало, во всех этих гарантийных поломках, во всех этих гарантийных ремонтах. И ловлю себя на одной единственной мысли. Мне очень крупно повезло, очень крупно повезло, что у меня у брата есть вторая машина, и у него вторая машина, это именно Нива. И вот пока что у меня есть возможность у него брать машину. Сразу же параллельно отвечу по поводу подменного авто. Ну, по закону, по факту, на сегодняшний день официальный дилер не обязан вам предоставлять подменное авто. То есть, не обязаны ваши проблемы. Они обязаны только неисправный автомобиль привезти до места ремонта на эвакуаторе. Все, тут они оплатили, все было максимально оперативно, максимально быстро. А там, на чем ты будешь передвигаться, после того, как твоя машина останется там, в сервис-зоне, это уже сугубо лично получаются твои проблемы. Да, это все неприятно. И вот ставлю себя на место тех людей, у кого нет второго автомобиля. И вот если бы, например, эта Нива у меня была бы одна единственная, и не было бы никакого другого подмена в автомобиле, я на самом деле даже не знаю, на чем бы я ездил, и как бы я решал эту проблему моего передвижения. Ладно, давайте садимся в машину. В машину сели уже, садимся в машину. Запускаем двигатель. Кстати, у брата так еще не разобрался, что у него горит АБС, визуальный осмотр сделал, обрыва проводов нигде нет, датчики ничего не сломано. Потом задающее кольцо на шрусах наружных, АБС, с которых считывает обороты, тоже целые, трещин нигде нету, в полуосях, тем более ничего не будет, никаких проблем. Думаю, скорее всего, что, наверное, это не механические, не механическое повреждение у него провода, а просто внутри переломилась жилка, скорее всего, просто, или бы какой-то датчик вышел из строя. У брата уже пробег 115700, и вот, кстати, хочу подметить, видите, как бы инжектор горит слабым накалом, ну, я образно выражаюсь в кавычках, ну, лампочка индикации неисправности двигателя. Это из-за того, что передние ходовые огни установлены диодные. Вот из-за этого такая вот ерунда. Сейчас вот даже включишь свет, даешь нагрузку, сразу же значок пропадает. Вот так вот, парни. Это вот, кто захочет ставить ДХОшки, имейте в виду вот эти все китайские фонарики, столкнётесь с тем, что у вас потом загорится сразу инжектор. У некоторых он прям ярко горит. Вот так вот. Ладно, давайте трогаем, сейчас заправки выйду, и дальше уже включение будем вести, диалог по дороге. Кстати, вот, немного отвлекусь от темы нашего видео в сторонку, да? Вот, сейчас езжу на этой, на новой Ниве, проехал 1900 километров на бензине и резко пересел на брат, ну, на машину брата, она у него на газу. У него также стоит BRC четвёртого поколения, пропан, да? ГБОшка. И машина на газу идёт намного шустрее. Замечаю, двигатель работает в разы ровнее. Нет вот этих вот каких-то непонятных вот... Заметил вот, с утра запускаешь двигатель на бензине, есть какая-то, не то, что как детонация, да? Видишь, как в притирку меня на приоре прям как подрезала девушка за рулём. Вот какая-то есть... Не пойми, он работает так, как будто вот, ну, как будто неравномерно, как будто есть какие-то прописки в цилиндрах. Стоит машине перейти на газ, двигатель шепчет, вибрации ноль. Вообще двигатель работает ровно-ровно. И вот заметил, с новой Нивой такая же ерунда. И более чем уверен, сейчас возьми вот на неё, газ поставь, и вот этой вот неровной работы двигателя просто не станет. В общем, я делаю итог, что качество бензина сегодня на автозаправочных станциях просто, просто, я не знаю, равно нулю качество топлива. Топливо просто суперотвратительное. Я не знаю, что они там пишут. За такие деньги его продают, там, за литр, за 95-й. А напомню, на Ниве, на 92-м бензине, я вам вообще не советую ездить. Не вздумайте этого делать. Любители ездить на 92-м бензине, приготовьтесь. Не проехав 70 тысяч, а в некоторых случаях 30, 40, 50, вы поедете вырезать катализатор. Катализатор у вас сдохнет. Я вам даю гарантию. На 92-м бензине, начиная с версии прошивки Евро-4, начиная с Евро-4, Евро-5, на 92-м бензине на Ниве категорически ездить запрещено. Не советую вам. Это, исходя из своего огромного опыта эксплуатации Нив, я вам ответственно заявляю. На 92-м бензине расход топлива в каждом цикле повышается минимум на 1,5-2 литра. То есть на 92-м никакой экономии вы не словите однозначно. Если даже и на 95-м бензине вы там, например, многие задумаются, что я буду там каждый месяц в сумме по итогу переплачивать какую-то сумму, вы ничего точно не будете переплачивать, это 100%. То есть у вас будет по деньгам, даже в случае чего у вас будет просто практически, ну, в любом случае один в один. Ничего вы не потеряете с 95-м бензином. Вон, Тойота меня обогнала без заднего бампера. Бам, только. Впереди лесовоз идет, волжанка идет, Волга 31-10, русский корабль, да? Волга тоже интересная машина, катался, да, как на корабле на ней. Газу дашь, 140-150, только столбы мелькают. Четко Волга, конечно, на трассе стоит, нравится мне, машина хорошая. Огромный багажник, салон, интересный автомобиль, жалко, что вот не получил он хорошую модернизацию дальнейшего инженерного продолжения мысли, не модернизировался никак, и в итоге попросту пропал с нашего рынка. А Волга на самом деле очень хороший автомобиль, крепкий, надежный, довольно хороший двигатель там стоял. Ну и стоит вот впереди Волга, сколько она уж прошла, сколько ей лет. Волга машина хорошая, конечно, заднеприводная, я очень люблю машины, если классические машины, именно на заднем приводе. То есть переднеприводные машины мне вообще не нравятся. Пробовал, катался на 14-й, кстати, самые ужасные впечатления у меня от езды на ВАЗ-2114. Это вообще, это не машина, это ужас, это просто тихий ужас, как можно ездить на этом ведре. Это такая погремушка, это самая шумная машина, какая только вообще, вот, я шумнее машины не видел. В своей практике весь салон дребезжит, она такая клиновидная, лобовое стекло чуть ли не на голове лежит, садишься, слева вот эта стойка, да, стойка крыши, тоже чуть ли не в висок тебе упирается. Машина маленькая, зажатая, я вообще не знаю, как в ней можно ездить. Прокатился на ней как-то разок, я так в ней устал. Садишься, как будто жопой на землю, машина очень низкая, вообще, самые мои неприятные впечатления были, это от ВАЗ 2114. Я считаю, что вот эти пятнашки, четырки, это самые неудачные машины автоваза. Более-менее хорошие машины автоваза, которые прям меня зацепили и нравятся, но жалко, что сняты с производства, никак их нормально не модернизировали. Хорошая машина довольно гранта понравилась, вот как ни крути, в своем сегменте дешево и серди, там автомобиль неплохой. Из старых автомобилей это десятка нравилась, ВАЗ-2110 и двенашка, то есть двенарь, десятка, это намного лучше. Я считаю, что самые отстойные это пятнашка и четырнадцатая модель, самые неудачные модели и по внешнему виду, и по внутрянке, и по качеству сборки, самый у них шумный салон, дребезжалки, короче, в общем, самые такие машины. Ну, Нива, конечно, очень жалко на сегодняшний день. Вот Юра, автор канала Наша жизнь в России, Юра, тебе огромный привет от меня. Постоянно ты меня поддерживаешь в своих видео, сопереживаешь вместе со мной. Мне очень приятно, что не отворачиваешься там, адекватную критику всегда от тебя слышу какую-то. Ну, прям вот приятно с тобой вести диалог в этом плане, да? Интересный человек ты. И Юра очень правильно сказал, вот, то, что, ну, на самом деле, да, вот, сегодня, вот он привел такую статистику, там, что из 10 Нив, там, 9 не доехали, там, из одного пункта в другой на дальнее расстояние, ну, не буду говорить вам маршруты движения, там можете посмотреть его видео, он рассказывает, Нива для Ярика, вам рассказывает, приводит примеры технических поломок автомобиля Нива, именно современных, которые выпускаются сегодня, и вот он правильно говорит, что на самом деле, Ярик говорит, походу не смотрел интернет, не смотрел нормально отзывы, да, он полностью прав, Юра, ты прав, да, отзывы я действительно не смотрел, не мониторил, просто видишь, какая мысль у меня была в голове, и какая мысль меня не покидала, а не покидала меня следующая мысль, вот смотри, с 1977 года выпускать Ниву, да, есть ряд серьезных модернизаций по этому автомобилю, но в целом трансмиссия, там, раздаточная коробка, коробка переключения передач механическая, там, редуктор переднего, заднего моста, в целом, их конструктив, он остался неизменным, то есть, все вот это литье, там, картера, редуктора переднего, места, моста из Силумина, да, то есть, это все осталось-то неизменным, и вот мое-то мнение было такое, если 47 лет делать одну и ту же операцию, выпускать одну и ту же машину, мне кажется, она должна уже сегодня по качеству быть не хуже, чем Лексус, знаете, как вот, как говорил Брюс Ли, да, я не боюсь человека, который знает тысячу каких-то приемов, я боюсь человека, который знает один прием, но изучил его тысячу раз, вот здесь логика примерно моей мысли примерно такая же, то есть, если 47 лет делать эту Ниву, штамповать, да, без особых изменений, каких-либо серьезных, там, каких-то прям глобальных изменений, да, модернизации есть, там, по салону, по кузову, там, технические решения, но серьезных таких прям глубоких-то нет, и вот получается фишка в чем, я, ну, почему-то до самого последнего момента не хотел верить в то, что эта машина может стать хуже, но она стала хуже, и вот сегодня я это просто прочувствовал на себе, и надо было проехаться всего лишь, всего лишь даже не успеть доехать до ТО 0, то есть, представляете, я проехал 1900 километров, если еще впечатления от первой пройденной мною тысячи километров были какие-то немного непонятные и другие, но вот сейчас с такими поломками, с таким браком, я понимаю, что как таковой контроль качества тех автокомпонентов, которые поставляются на завод, там, редуктора переднего моста, контроль качества отсутствует, получается, никто ничего не смотрит, никто толком не проверяет, ну, либо, вот, Юра, как, Юра, скорее всего, был прав, либо же завод не виноват, да, не виноват на ОТК, то есть, виноваты литейщики, кто отливал вот этот корпус, нету там в должном количестве определенных присадок в сплав алюминия, да, то есть, сам сплав низкого качества и уже в ходе моей эксплуатации, даже обычной езды по асфальту, в ходе обычной простой, самой штатной обкатки, он просто дал сам по себе трещину, я только вот прихожу к такому выводу, значит, качество материалов, из которых отливаются сегодня детали, оно просто самое низкое, что еще, как еще сказать, как еще выразиться, вот этот сорт металла, видать, может быть, не хватает каких-то компонентов, присадок, которые, когда вот сталь переплавляет, да, вот, формирует, отливает, добавляет какие-то определенные присадки, чтобы там определенный металл был, либо более каким-то таким гибким, да, либо более сталистым, я не, как бы, в металлургии ничего не понимаю, поэтому уж извините меня за такие формулировки, я не металлург по образованию, не понимаю, там, в стале варенья, в общем, прихожу только к таким выводам, по масляным отпотеваниям, все так же, потом, отдельно в видео вам покажу, так же, крышка маслозаливной горловины отпотевает по кругу, потом сухой поддон картер сцепления отпотевает, это значит, пропускает задний сальник коленчатого вала, то есть, есть масляное отпотевание, масляные подтеки небольшие есть, но не критично, с этим я пока не буду обращаться по гарантии, у меня, в принципе, на той машине тоже было то же самое, сзади подтекал задний сальник коленвала, он поподтекал и потом перестало, в общем, посмотрим, там не критично, но тоже вам потом покажу, тоже довольно неприятно, подтекание есть через болтики, крепление успокоителя цепи ГРМ, это тоже, на самом деле, да, такие вот неисправности технические, такие поломки глупые какие-то, да, их не должно быть за 47 лет производства одного и того же автомобиля, все процессы сборки должны уже быть отработаны до автоматизма, доведены до совершенства, все недостатки и жалобы должны быть уже давным-давно устранены, но авоз и ныне там, как было качество, оно так и осталось, и вот в некоторой степени я, наверное, в какой степени, в некоторой, я все-таки частично, частично напомню, я немного не соглашусь с тем, что ранечные нивы там, досанкционные, прям были, прям, на голову выше, нет, тоже не обольщайтесь, так же они ломались, и вот, например, вот вам, ну, вот тоже машина на комплектующих Bosch, ABS-Bosch, датчики Bosch, ну, вот, Bosch не работает, пожалуйста, навернулся, 115 тысяч, уже не работает, на этой новой машине мы поменяли до 10 тысяч, когда ее купили, две катушки зажигания навернулись, поменяли датчик фаз ГРМ, и поменяли датчик кислорода, который контролирующий после катализатора, это все менялось по гарантии на этой, на белой машине, эта машина 2018 года выпуска, версия прошивки Евро 5+, так же, как на моей предыдущей Ниве 21 года, то есть, здесь было Bosch, все Bosch, и тоже были свои определенные проблемы, были свои проблемы, поймите правильно, лакокрасочная, вот машина 2018 года, машина вся пошла, лакокрасочная, ну, в таком уже, в печальном состоянии требует косметического ремонта, рыжиков много, поэтому те, кто прям категорично говорят, что машины стали хуже, а раньше были лучше, я вам скажу, немного так сформулирую вам свой ответ, да не были они особо-то лучше, не были, не были, просто мы сейчас на этом на всем больше стали заострять внимание, почему, да потому что на рынке новых машин, особо нет никакого выбора, а что выбирать, что покупать, меня осуждают, там некоторые пишут в комментариях, вот недалекий там, покупать НИУ за миллион двести, а что вы мне предлагаете, купить танк 300 за четыре с половиной миллиона, у меня таких денег нет, у меня нет на покупку китайской машины четыре с половиной миллиона, мне нужен именно внедорожник, что вы мне можете предложить сегодня нового, я подчеркиваю, нового, мне нужна новая машина, мне не интересны ваши тридцатилетние японцы сорокалетней давности, вот эти после 250 хозяев, после четырех распилов со Владивостока, мне такие машины неинтересны, ездите вы на них сами, мне такие машины не нужны, категорически не нужны, тот, кто в них находит какую-то изюминку, тот, кто от них кайфует, там, купят эту рухлядь, там, потом начинают их там на покраски отдавать, с гнилыми рамами эти крузаки, с прогнившими, с дырявыми рамами там восстанавливают, вкладывают там по полмиллиона, потом ездят, знаете, это, я, знаете, такой херней заниматься, вот я скажу русским словом, да, такой херней я заниматься, вот мне некогда, ждать там по полгода, пока ее там перекрасят, заплатить хренову тучу денег, чтобы ездить на старой машине, на старой после кого-то эти обноски чьи-то собирать, мне такие машины не нужны, и я наездился в молодости, мне хватило Москвит 412, Семерка, старые УАЗики, мне хватило этих бушных подпотрепанных машин, я больше бушную машину не куплю, только новый автомобиль, однозначно, это моя жизненная позиция, я ее никому не навязываю, соглашаться со мной, не соглашаться, это ваше право, там, считать, что я прав, не прав, тоже ваше право, сразу же хочу подметить, я не какой-то там эксперт, и все сказанное мной, это не истина в последней инстанции, не может там быть там каким-то руководством к вашим каким-то умозаключениям, делайте выводы сами, вы сами взрослые люди, у вас свое мнение, свой взгляд по тем или иным вопросам, свое понимание всего этого, в основном, заметил, владельцы иномарок, им свойственно большинству из них умалкивать о поломках и просто скрывать всем на углах только ходить и рассказывать, что они не ломаются, да так же сегодня ломаются и китайские машины по качеству ничем не лучше российских, абсолютно, у них ресурс 100 тысяч километров пробега, и эту машину можно под пресс ее вставить, любую китайскую машину, ваш хваленый танк 300, тоже еще кот в мешке, посмотрите на ютубе, на канале уже есть видеоотзыв по танку 300, мужик купил автодом, автодом весит 800 килограмм, и говорит, при поездках на дальники на танке 300 с автодомом, вот этот, который весит 800 килограмм прицеп, его китайский танк постоянно начинает греться, не в состоянии таскать прицеп, я блин, на своей, на маленькой Ниве таскаю прицеп 800-900 килограмм, можно сказать, на коммерческой основе ежедневно, у меня никогда машина на ходу по трассе не грелась, никогда, в жару бы я ездил там за товаром, либо еще куда-то, у меня такого не было, ну нагрелась, сработали вентиляторы и поехали дальше, а эта шифлайка китайская начинает перегреваться и начинает глючить мозги у нее там и тому подобное, начинает там мощность сбавлять и тому подобное, начинает всякие сообщения вылазить на панели приборов, то есть уже себя машина показала китайский танк 300, то что он, ну обычная туфта это, это обычная туфта, и внедорожником я его назвать не могу, так эта машина вот для хайпануть, для блогеров называется, взял ее новую, поджигал на ней один день, один вечер и потом всем рассказал, какой же шикарный танк, какая у него хорошая проходимость, если бы мне так тоже кто-нибудь бы дал новую Ниву и сказал, Ярик, набери новую Ниву, отжигай на ней как хочешь, один день, сними нам хороший рекламный ролик, самое главное, я вам сейчас сниму, хотите сниму, такой контент, зашатаетесь нахуй, и вот вам вся правда, вы, большинство вот зрителей, я замечаю, такую, как бы, закономерность, такой факт, мелькает, люди очень часто, просмотренное на Ютубе, воспринимают за правду, то есть, вот все, что не посмотрят им, все, что не скажут, люди всему верят, а самое надежное, самое надежное, это опыт эксплуатации, хотите купить какую-то машину, подождите немного, выждите время, эти китайские танки 300, еще, есть хоть один в России, хоть который 100 тысяч проехал, скажите мне, есть хоть один танк такой, который 100 тысяч проехал без ремонта, хотя бы один есть, его еще даже нет, такого танка, ни одного, и неизвестно, как он себя потом после 100 тысяч поведет, китайцы не делают качественные вещи, они делают одноразовые вещи, вся продукция, все, что производит Китай, это одноразовые вещи, они никогда не будут, то, что вы своим детям будете передавать, там машину эту, там по наследству она перейдет, можете даже не ждать такого, это одноразовый продукт, весь китайский автопром, один купил, поездил, максимум 90-100 тысяч, все, и под прессою, и дальше идешь за новой машиной, только и всего, а зачем платить 4,5 миллиона, когда Нива практически превзойдет этот танк, по всем своему ресурсу, Нива сразу говорю, заткнет за поезд по ресурсу танк 300, это 100%, я более чем уверен, при всех своих, если бы этот автомобиль, если бы этот автомобиль, собирали в должном образом, и собирали из качественных комплектующих, эта машина заткнет любой внедорожник импортного производства, любой, и на самом деле сегодня неоспоримый факт в том, то, что Ниву никто не смог превзойти во всем, я не знаю, по всему земному шару, нет ни одного автопроизводителя во всем мире, который смог превзойти Ниву, по цене продукта на новый автомобиль в автосалоне, и по его качествам, и техническим характеристикам уже с конвейера, то есть всеми теми характеристиками, которые обладает Нива, вот в такой компоновке, там раздаточная коробка, пониженная, повышенная, блокировка межосевого дифференциала, очень крепкая на Ниве подвеска, на Ниве очень крепкая подвеска, очень ресурсная, вот на своей, на первой Ниве, я пролехал 132 тысячи, я горя не знал, абсолютно, то есть если все изначально смазано, везде смазка есть, на Ниве подвеска ходит чуть ли не как на курзаке, 150-200 тысяч на Ниве подвеска смело ходит, ничего у вас сыпаться даже не будет, только сыпется все по причине брака, низкого качества комплектующих автокомпонентов, только по этой причине, если бы Ниву собирали из качественных комплектующих, как это, например, делают в той же Японии, качественные были бы резинки, соленблоки, которые бы не трескались, подшипники были бы высокого качества, везде бы закладывалась хорошая синтетическая смазка, в необходимом объеме, в нужном объеме, эта машина по ресурсу была бы, она бы не уступала крузаку, это однозначно, я нисколько не побоюсь своих слов, и они ни в коем случае не громкие эти слова, потому что вы можете посмотреть мой канал, я на своей Ниве 21 года 132 тысячи прошел, я с этой машиной горя не знал, я с этой машиной не знал горя, 132 тысячи, и там до сих пор стоит родная рулевая трапеция, на которой даже нет люфта, вот вам весь вывод заключения, редуктора переднего, заднего мостов, ничего не вводит, ни раздатка, ни коробка, то есть двигатель, масло вообще не ест, машина в идеальном состоянии, это то, что я ее обслуживал как положено, заливал хорошие моторные масла, и машину берег, просто с головой, эксплуатация с головой, и с машиной можно делать все, что угодно практически, если вы ко всему подходите с головой, разумно, вот как-то так, такое сегодня вам видео, и ответы на большинство ваших вопросов, Нива автомобиль неплохой, и сегодня многие задумаются, покупать, не покупать, ну, кто не рискует, тот не ездит на Ниве, я купил новую машину, честно скажу, да, огорчился, сильно огорчило, расстроила это меня поломка, но я ни в коем случае не опускаю руки, не расстраиваюсь, и никогда не скажу, что Нива это плохой автомобиль, никогда я этого не сделаю, Нива машина замечательная, а делает его плохим безответственные люди на производствах автокомпонентов, вот что делает его плохим, а машина Нива идеальная, и превзойти ее никто не смог на сегодняшний день, ни японцы, ни немцы, ни корейцы, ни китайцы, никто ее не превзойдет, и я более чем уверен, не случится никогда, запомните мое слово, вот в конце видео, как заключение, потом, если что, напишите мне, я вам задаю вопрос, в общем, я возьму свои слова обратно по Ниве, если кто-то из вас, кто-то из вас, зайдет в автосалон у нас в стране, у нас в России, зайдет и покажет мне, скажет Ярослав, вот стоит Сузуки Джимми, новый за миллион двести, или там, вот Ярослав стоит, Toyota Land Cruiser, новая за миллион двести, или мне скажете, что стоит какой-нибудь Mitsubishi, новый за миллион двести, такой же хотя бы, по размерам, как Нива трехдверка, что-нибудь такое же, примерно похожее, трехдверный кузов, или Rubicon мне покажете, за миллион двести новый, вот поэтому, разговор на этом, можно считать завершенным, вы никогда такого мне не скажете, и не покажете, ни один автогигант, ни один производитель, не способен создать конкурента Ниви, никто, во всем мировом автопроме, и никогда этого не произойдет, однозначно, все, всем жму руку, всем пока, всем здоровья, в данном видео, я не занимался никакой, ни рекламой, ни антирекламой, ни за что не агитировал, не призывал вас никаким, ни действием, ни бездействием, все сказанное, мною в видео, носит, исключительно личный характер, исключительно мое личное мнение, обычного человека, рядового пользователя, обычного гражданина, который высказывает то или иное мнение, исключительно свое понимание, видимо, и видение, я не эксперт, и, еще раз повторюсь, все сказанное мной, это не истина в последней инстанции, и не может быть руководством к вашему размышлению, или выводом, всем пока, парни!